Эта мясная закуска очень вкусная и в то же время полезная. Гостям она очень нравится, улетает она мгновенно. И все абсолютно уверены, что я использую какое-то дорогое мясо. На самом деле это совсем недорогие говяжьи легкие. Многие хозяйки обходят их стороной, считая невкусными и неполезными субпродуктами. На самом деле легкое это очень полезный субпродукт. И по своей питательности, по содержанию белка и витаминов не уступает говяжьему мясу. В легких много белка и соединительной ткани. При этом в составе практически отсутствуют жир и углеводы. Так что этот продукт просто идеален для тех, кто соблюдает диету. Он восстановит в организме недостающий белок. И при этом не нанесет никакого вреда фигуре. Такое у меня говяжье легкое. Здесь около килограмма. Оно не было заморожено, свеженькое. Так что размораживать мне не пришлось. Я его просто промыла и погрузила в емкость с холодной водой. Многие хозяйки считают, что сложно готовить легкие. Потому что их нужно вымачивать 3-5 часов, затем варить несколько часов. Но это не так. Давайте разрежем кусок и посмотрим. Легкие должны быть чистые, розового цвета, без посторонних краплений и без густков крови. Если купленные вами легкие выглядят так же, как у меня на видео. То есть они чистенькие, они розовенькие. То их можно замочить всего-навсего на полчаса. А еще внимательно смотрите на цвет воды. Если легкая лежит уже полчаса, а вода лишь слегка розовенькая, она не красная, она не мутная. Значит легкая чистая и нет смысла его долгое время вымачивать. Другое дело, если вода красная, если плавает очень много сгустков. Вот в этом случае действительно нужно вымачивать 2-3 часа и постоянно менять воду. До тех пор, пока она не станет чистой. На поверхности легких есть вот такая вот белая плотная пленка. Очень хочется ее снять, но не делайте этого, потому что в сыром виде практически ее снять невозможно. Нужно варить прямо с пленкой. И вот после этого она очень легко снимется. Прошло полчаса. Я вынимаю легкие и солью сейчас воду. Вот посмотрите, какой у нее цвет. Практически не изменилось. То есть у нас действительно очень чистые, очень качественные легкие. И чтобы быстрее проходил процесс варки, нарезаю на небольшие куски. Пленку я не снимаю. И вот эти вот трубки я тоже не удаляю. После варки они превращаются в очень нежные, такие мягкие, приятные хрящики. Многим очень нравится их вкус. Они прямо специально готовят даже легкие, именно чтобы полагомиться такими хрящиками. Поэтому тоже не удаляйте и попробуйте обязательно. И вот, кстати, вот эти трубки, они очень полезны. Они содержат много витаминов, микроэлементов, которые восстанавливают костно-мышечную систему и соединительную ткань. Тут нужна большая кастрюля, чтобы все мясо уместилось. И полностью было залито водой. Куски будут всплывать. Это, естественно, это же легкие, которые заполнены до сих пор воздухом. Довести до кипения. И после этого обычно начинает обильно выделяться пена. Значит, нужно ее снимать. Постоянно ее удалять с поверхности. После закипания прошло уже 15 минут. Всю пенку я сняла. И теперь самое время слить воду. И вместе с ней уйдут все сгустки, все остатки крови. В общем, все нехорошие вещества, которые портят вкус блюда. Возвращаем мясо обратно. И заливаем горячей водой. Теперь варим как обычное мясо. Добавляем по вкусу соль, специи, те, которые вам нравятся. Я, например, пару гвоздичек добавляю. В конце варки можно также лавровый лист положить. Два-три листочка. Давайте попробуем мясо на готовность. Сначала давайте зубочисткой проткнем. Ну, оно уже просто очень мягкое. И даже можно пальцами это почувствовать. Сейчас я его разрезаю и попробуем. Очень мягкое, очень нежное, легкое. Полностью приготовилось. Так что я вынимаю все куски из бульона и даю им немножко остыть. Кстати, посмотрите, друзья, как легко теперь снимается пленка. Просто никаких проблем. Дальше его можно готовить как угодно. Варить на нем супы, делать котлеты, начинки для пирожков, салаты. А я вам сейчас покажу один из своих любимых рецептов. Чищу одну-две луковицы и обжариваю на сковороде. Когда лучок зарумянится, выкладываю нарезанное мясо. Хорошо все перемешиваю. И для сочности добавляю пару ложек бульона, который у нас остался после варки легких. И тушим под крышкой минут 15. Добавляем по вкусу соль, специи. И уже перед окончанием готовки, когда у нас лук становится мягким, мясо тоже мягкое, я заливаю полстакана сливок. Можно также сметану добавить. И тушу еще несколько минут, буквально минут 5 под крышкой. Если вы до сих пор сомневаетесь, что говяжьи легкие могут быть нежными, мягкими и просто таять во рту, то обязательно приготовьте это блюдо. А есть его можно сколько влезет, поскольку легкие это низкокалорийный диетический продукт.